Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытый окон» 29 том, тема «Государство правителей». Вопрос 4020. Когда показывают на связь церкви с разными мирскими структурами и с властью в прошлом и ныне, то что отвечать на это? Этим подтыкает нас на каждом шагу и везде. Где? Отвечает Игнатий Тихноч Лапкин. Только не лгать и не запираться. Отвечать нужно все так, как есть. Нельзя служить истине и пользоваться ложью. Кавычка открытая. В сознании подавляющего большинства жителей Россия устойчиво сформировалась мнение о том, что в нашей стране существует только одна православная церковь. Русская православная церковь. Второе название которой Московский патриархат. Нынешний патриарх Алексий II. Именно она является естественной наследницей полной и исключительной правоприемницей Российской Православной Церкви, действовавшей на территории Российской Империи до смуты 1917 года. Однако это не совсем так. А лучше сказать, совсем не так. Историческая справка. Русская истинно православная церковь, православная церковная организация, возникшая в результате гонений ленинского режима в России, против Русской Православной Церкви дали РПЦ. С первых дней прихода к власти в октябре 1917 года большевики предприняли энергичные меры для ликвидации РПЦ, как гражданского института и носителя враждебной им идеологии. На РПЦ обрушились невиданные в истории церкви гонения. Первым священником, убитым новой властью, стал Петроградский протеорей Иоанн Кочуров 22-12-1917 года. Первым расстрелянным епископом митрополит Киевский Владимир Богоявленский 07-01-1918 года. Особую роль в деле уничтожения РПЦ коммунистический режим уделил раздроблению РПЦ на несколько частей и разжиганию между ними вражды. Первоначально эта политика не принесла ожидаемого результата. Спровоцированные после 1922 года многочисленные обновленческие расколы, а также созданное 22-12-1925 года Управление, возглавляемое архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским, Григорийский раскол, поддержало лишь незначительную часть верующих. Усилия большевиков вымечались успехом, когда им удалось расколоть РПЦ посредством занимавшего должность заместителя патриарха вместо обвестителя метаполита Сергия Строгородского, будущего патриарха. Для придания большей авторитетности при нем, 20.05.1927 года, вопреки уставу РПЦ, был организован Патриарший Священный Синод, из подобранных ОГПУ иерархов, 29.07.1927 года. «Была обнародована, составленная в соответствии с указанием начальника 3-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ ЕА Тучкова, подписанным митрополитом Сергием и Синодом при нем декларация, которая константировала факт подчинения государственному режиму и перехода церковного управления на службу этому режиму, не за страх, а за совесть». Находящиеся в ссылке все три иерарха по соборному определению, имеющие право занять должность патриарха вместо облестителя, высший в РПЦ до избрания собором нового патриарха, митрополитик Кирилл Смирнов, расстрелян за принадлежность к ИПЦ, 20.11.1937 года, Агафангел Преображенский умер, 16.10.1928 года, и Петр Полянский расстрелян, 10.10.1937 года, а также многие другие архиереи, священнослужители и миряне решительно отвергли эту декларацию и подвергли резкой критике митрополита Сергией за превысившего свою власть и не имеющего полномочия от имени всей РПЦ делать подобные заявления. ОГПУ действовать через митрополита Сергией активно развивало и углубляло раскол, прежде всего путем проведения выгодной власти кадровой политики. Митрополит Сергий и действующий при нем Синод регулярно издавали указы, подготовленные секретно политическим отделом ОГПУ. Этими указами устранялись неугодные архиереи и заменялись лояльными к власти, в основном из бывших обновленцев. Также митрополит Сергий сделал от имени РПЦ ряд выгодных правящим режимом политических заявлений для мировой общественности о том, что в СССР нет никаких гонений на верующих. Все это измышления врагов. В то же время представитель ОГПУ ЕА Тучков активно пытался войти в доверие и к несогласным с действием митрополита Сергия, авторитетным иерархом РПЦ, пытаясь искусственно создать и укрепить несколько подконтрольных власти управления РПЦ. Однако ни один из этих иерархов на сотрудничество с ним не пошел. В условиях, когда церковное управление оказалось в руках атеистического режима, имеющего конечной целью искоренения всякой религии и полного игнорирования митрополитом Сергеем указаний предстоятеля РТЦ, находящихся в ссылке, патриаршего местопгустителя митрополита Петра Полянского, многие стали искать выход из создавшегося положения. Высшей инстанцией, которая могла от лица РПЦ вынести определение по поводу возникшей ситуации, является поместный собор, созвать который не предоставлялась возможности. Поэтому ряд архиереев до созыва поместного собора перестали подчиняться. Распоряжение управления, возглавляемого митрополитом Сергеем, руководствуясь указом номер 362 Святейшего Патриарха Тихона, Священного Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ от 20.11.1920 года, предусматривающего подобную ситуацию и в соответствии с этим же указом пытаясь организовать иное, независимое от ГПУ, управление. Петроградскому Иосифу Петрову расстреляно за принадлежность к КПЦ 20.11.1937 года, усилиями которым было создано церковное управление с векарными епископами, благочиненными и многочисленными приходами по всей стране. Последователи митрополита Иосифа стали именоваться и исцерплянами, в отличие от Сергея, оставшихся в подчинении митрополита Сергея. Также неподчиняющихся митрополиту Сергею и независимость от гражданской власти православных верующих называли тихоновцами, староцерковниками, непоминающими и прочее. Однако окончательное название закрепилось за ними, когда по всей стране в 1930-1931 годах прокатилась волна судебных процессов под общим названием «Контрреволюционная организация истинно православной церкви». На этих процессах было разгромлено движение, пытающееся в условиях диктатуры советской власти формировать независимое от ее управления РФЦ. После этих погромных процессов, уцелевшие от репрессий верующие, отвергающие возможности управления РФЦ гражданским атеистическим государством, были вынуждены полностью перейти на нелегальное положение и влились в тайную катакомбную церковь. «Религия. Энциклопедия» состоит приобщий редактор Грицанов Г.В. Синила М.Н. «Книжный дом» 2007-го, 960 страниц. «Московский патриархат является наследником не поместной российской православной церкви, а церковного управления митрополитов вследствие патриарха Сергия Строгородского, действующего в поклазании богоборческой большевистской власти в честь старательных органов ГПУ, КГБ, за стенках которых погибали в то время тысячи и тысячи православных верующих, епископов, священнослужителей, мирят. Нынешнее руководство РПЦ, МП тщательно скрывает от верующих эти факты, как и то, что истинно православная русская церковь жива и поныне, а русская православная церковь за границей РПЦЗ отнюдь не в полном составе соединила с московским патриархатом. Некоторые епископы не пошли на соединение. Многие приходы в Европе, США, Канаде, Австралии после ухода архиереев остались и вообще без церковного управления, а кафефальными, то есть безглавными, или вошли в состав РИПЦ. Ложь и замолчание были и остаются привычным орудием в руках деятелей РПЦ, МП. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Так говорил Христос и Иудеев 2000 лет назад. Но только ли к ним обращены его слова? Задумывался над этим, братья и сестры. Я ухожу в русскую истинно православную церковь РИПЦ, не запятнавши себя служением безбожной власти и братанин с сыноверцами и сиритиками, католиками, пресистантами, монофизитами, мусульманами, буддистами и шаманами. Знаю, что столкнусь со многими трудностями и препятствиями на избранном моем пути. Но важно решиться пойти. Господь верно, Господь в вере поможет. Господь, дай мне терпение, любви, мужества и разума. Братья и сестры, прошу вашей молитвенной помощи и поддержки. Иереманах Евгений Пампура, Исайя 21, глава 14. Живущие в земле Фимайской, несите в воду на встречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих. Деяние 28, 15. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам на встречу до Апиевы площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Распотрошили брюхо у Союза, который год все тащит по углам. Никто не знал, что поглотило пузо. Нескромно высветился непотребный срам. За много и по делам расплата. За кровожадность, подлость и измену. В свободе слова рот забили кляпом. Строй людоедов на разврат заменит. Ни о какой заботе о народе. Речь не ведут за тайных закулисов. Ни треть, четыре, пятых надо ему гробить. И в этом звезде есть тоже крохи смысла. От бесполезных милей едоков земля освободится наконец-то. Кто искренне к тому уже готов. Дабы другим освободилось место. Вот то-то и оно не на бумаге. В реальности и самой натуральной. Кто добровольно в гравину лягут. Кого до этого до нитки обобрали. Свободой на сегодняшний день. Мы по часам воспользуемся чудно. И бедность с нищетой никак не обеднил. Считай этот штрек уже предсудным. Порадуйтесь, ликуйте Божьи небеса. Что рухнула империя всесветной лжи и зла. О, Божий камень врезал из коса. День протрезвления к ревненским всем козлам. А слово Божие так и стоит скалой. Высмеивая глупость человечью. На Моисеевом седалище воссядет снова злой. Но это по писанию не будет долговечно. Три с половиной года с антихристом в упряжке. Но ради избранных такой короткий срок. К ногам Христа вселенная возляжет. О том читать не только между строк. Но и первое, ноль седьмого, ноль восьмого. Игла. Игнатий, лапки. Субтитры создавал DimaTorzok